Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Wait2Time, меня зовут Вероника. Сегодня я хочу продолжить для вас рассказ из серии моих видео Гид по тайм. Побежали! Сегодня я хочу рассказать вам про студенческую визу, а именно, как ее получить, как с ней жить, как ее продлевать, в общем, все нюансы, слухи и так далее. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной и слушайте рассказ. Напомню тем, кто недавно на моем канале, что мы с семьей уже 5 лет живем в Таиланде. Семья у нас полностью русскоязычная, а то в комментариях спрашивали, на ком я там замужем. В общем, муж у меня тоже русский. И мы переехали в Таиланд вместе, и здесь 5 лет живем. Как красиво! Слов других и не подобрать. И большинство из этого времени мы проживаем в Таиланде именно по студенческой визе. Итак, начнем с официальной информации, что же такое студенческая виза. Студенческая виза – это тип неиммиграционной визы, которая дает вам возможность находиться в Таиланде без выезда в течение одного года. При этом каждые 3 месяца вам необходимо входить в иммиграционный офис для продления этой визы. Для долгой жизни в Таиланде студенческую визу выбирают для себя люди, которые проживают в Таиланде долгое время. При этом они здесь не работают или работают нелегально. Такие случаи часто бывают. Тогда им в помощь приходит студенческая виза. И так как мы тоже в Таиланде не работаем, напомню, тоже было много вопросов по этому поводу. Если вам интересно, кем мы работаем, это не касается вообще, в принципе, жизни в Таиланде, и поэтому я думаю, записывать это видео или нет, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно, я обязательно расскажу. Сейчас же оставлю просто ссылку с описанием нашей деятельности на нашем блоге Way2TaiTV, который мы ведем с 2013 года, как только приехали в Таиланд. Фактическую визу вам выдает посольство, которое находится за пределами Таиланда, в любой практически стране, где, соответственно, есть это посольство Таиланда. Чтобы получить такую визу, вам необходимо, конечно же, учиться в каком-то учебном заведении. Причем учебное заведение может быть абсолютно любым. Вы можете пойти на курсы кулинарии, можете заняться, выучить массаж. Даже есть такие случаи, когда учатся Муа Таю и получают студенческую визу. Но на самом деле самый распространенный, самый обычный и самый простой для всех вариант, это, конечно же, получение студенческой визы на языковых курсах. Курсы могут быть абсолютно любыми, как я уже сказала, и вы можете учить абсолютно любой язык. Главное, чтобы ваша школа обладала возможностью, была сертифицированной, чтобы выдавать такие студенческие визы. Мы с мужем уже использовали три студенческие визы. Сейчас заканчивается наша третья студенческая виза. Идет последние три месяца продления. После этого мы планируем сделать туристическую визу. Если вам интересно узнать про туристическую визу, то оставляйте сообщение в комментариях. Почему мы ее будем делать? Потому что мы следующим летом планируем уехать в Россию. к родственникам, в гости. Поэтому нам нет смысла сделать сейчас студенческую визу. Прогулка оказалась короткой, но очень увлекательной. Прикольная фотка выступает. Но мы фотки вообще не покупаем. Но знаете, здесь хорошие фотки делают. Первый этап, который необходимо вам пройти, это, конечно же, получить студенческую визу в Таиланде. Для этого вам нужно выбрать школу, где вы будете учиться. Допустим, это языковые курсы. Дальше я буду все рассказывать на примере нашей учебы, нашей жизни по студенческой визе и о том, как мы ее получали. Поэтому опыт может быть у всех разный. Сегодня вы слушаете мой опыт. Мы учимся в Excel School. Я на нее ссылку оставлю. Учимся мы уже третий раз именно на курсах английского языка. И для того, чтобы получить студенческую визу, вам нужно примерно за неделю прийти, а лучше за две, прийти в школу, которую вы выбрали, и подать туда документы, чтобы школа могла на основании ваших документов подготовить еще более крупный пакет документов, который она отправит в Министерство образования Таиланда, чтобы вы получили свою. А в нашей школе требуют договор аренды жилья. Причем договор аренды должен быть желательно оформлен либо на тайца, либо на тайскую компанию. Если владельцем вашего жилья является иностранец, то, возможно, будут возникать некоторые вопросы. Желательно, чтобы этот договор был на тайскую компанию, которая управляет его квартирой и, соответственно, является посредником между сдачей в аренду вам этой квартире и, соответственно, хозяином иностранца. Потому что иностранцам сдавать квартиры в Таиланде просто так нельзя. Или дальше, конечно же, нужен ваш загранпаспорт. Копии они сделают самостоятельно. И нужно 10-20 фотографий на белом фоне. Также необходимо будет сфотографироваться в вашей квартире на фоне номера вашей квартиры в коридоре, соответственно, и на территории кондоминиума или дома, там, где вы проживаете. Этот пакет документов, который немного отличается в зависимости от требований вашей школы, вы отдаете школе и через неделю она вам дает пакет документов, с которым вы можете отправиться в какую-либо страну для получения самой визы. Желательно, конечно же, сразу уточнять, в какую страну вы планируете ехать, из Паттайи обычно на Лаос за визой получаю студенческую визу, которую я буду использовать в течение года. Все ездят в Лаос, и все три раза мы ездили в Лаос, потому что это самый бюджетный вариант, это страна ближе всего к Паттайи, и, соответственно, там легче всего получить студенческую визу. Поехать в Лаос вы можете как самостоятельно, как делал мой муж много раз, я вам оставлю ссылки в описании, как он это делал на нашем блоге. Я, в свою очередь, ездила самостоятельно, то есть без него, но с фирмой, потому что у нас есть ребенок, мы его не вывозим из Таиланда, пока здесь находимся, и поэтому мы с мужем ездим за визой по очереди. То есть я езжу с компанией, так как это более безопасно, у девушки по Азии, мне кажется, одной не стоит шататься, и у нас была возможность сравнить стоимости такого путешествия за визой и как в самостоятельном варианте, так и с помощью фирмы. Получилось примерно одинаково, то есть разница, она даже, по-моему, меньше тысячи бат, поэтому, если вы одна, особенно девушка, я не советую вам как-то там экономить, и с фирмой все намного проще. В общем, прошло 3 часа, наша экзекуция закончилась, мы отдали свои документы, и нам дали бумажечку с номером, по которому, по идее, завтра мы должны получать документы. Во-первых, они полностью за вас проверяют все документы, очереди они занимают, все проходит намного быстрее, иногда даже могут они забрать паспорт, вам даже не надо будет на второй день забирать паспорт. Но это я что-то уже опередила события. Что же дальше происходит? Вы берете документы и собираетесь ехать в Лаос. Соответственно, выезжаете, если вы с фирмой, то в 5 часов вечера, утром вы пересекаете границу. И вот мы все счастливой толпою, похожие на зомби, двинулись к открытию границы. Когда утром же вы отправляетесь в посольство, сдаете свои документы, потом к обеду вы уже идете в отель, там отдыхаете, и на следующий день вы забираете свои документы, паспорт из посольства. Я снимала подробнейший влог о моей этой поездке, она всегда очень веселая, потому что вы едете в компании русских. Что, расскажите, как вы тут сидите? Да, мы сидим. Вы уже едите? А уже ужин, что ли, что ли? А уже нет. Людей. Если там какие-то мамочки, то они отрываются по полной программе, все идут на дискотеку, гуляют вечером по городу. Привет. Все хорошо? Ого! Это, наверное, хорошо, не знаю даже. Помоги ему! Моему мужу, соответственно, вообще не нравится такое мероприятие, он предпочитает ехать один, чтобы все было, как он хотел. Я, соответственно, с компанией, поэтому у меня там возникает куча знакомств всяких разных интересных. В общем, посмотрите этот влог, я надеюсь, он вам понравится, он веселый, интересный, и вы посмотрите, как проходит сама поездка в Лаос. Итак, после того, как вам отдали документы, вам ставят в паспорт визу, который действительно в течение года. Вы пересекаете границу с Таиландом, и вам ставят штамп на три месяца. После этого вы идете и начинаете учиться в своей школе. Пожалуйста, скажите мне, кто мои визы. Пожалуйста, скажите или скажите? Скажите. Здравствуйте! Это было приятно, учить Вероника, и она была отличная студентка. После истечения этих трех месяцев, следующий, третий этап, это продление визы. Для того, чтобы продлить визу, вам нужно прийти в школу свою за неделю, и тогда школа готовит еще один пакет документов, в который также включается ваш уже договор, фотографии школы, как вы учитесь, плюс ваша схема обучения, то есть когда вы ездили, росписи преподавателя, то есть такой вот график посещения вами школы. Сотрудники школы вам все это выдают, и вы идете в иммиграционный офис. Берете там бумажечку с номером, и идете в шестое окошко, где ваши документы очень внимательно смотрят, и ставят штамп на две недели. После того, как вы получили штамп на две недели, теоретически в эти две недели вас должны проверять, то есть ваше посещение школы должны внимательно изучать и проверять. На практике же мою школу, в мое время посещения, ни разу вообще никто не посещал. Ну, то есть я не видела сотрудников в иммиграционном офисе. Мне рассказывали, что некоторые люди видели, я нет. Плюс моя школа Excel, она находится довольно далеко от иммиграционного офиса, и возможно сотрудникам просто лень туда ходить, ну, на самом деле зачем. А есть еще одна школа на Джамтиене, которая находится прямо напротив иммиграционного офиса, и говорят, что туда сотрудники иммиграционной полиции очень часто захаживают. Так что вот такой есть нюанс, смотрите, как выбирать школу, желательно подальше от Джамтиена. После того, как прошли вот эти две недели, вы активно ходите в школу, занимаетесь, вы опять же идете в иммиграционный офис, и вам ставят уже еще один штамп, уже на все эти вот положенные вам три месяца продления. Совсем забыла, продление вот этого на три месяца стоит 1900 бат. Таким образом мы продлеваемся три раза, и находимся целый год в Таиланде. Если же мы по какой-то причине хотим выехать из Таиланда, возможно мы хотим путешествовать, то просто так делать это нельзя. Тогда, если вы просто выйдете из Таиланда, то ваша, это вот, виза студенческая, она аннулируется. Чтобы она не аннулировалась, вам нужно оформить риэнтер, это такая бумажечка, которая оформляется также в иммиграционном офисе, она должна подкрепляться письмом из школы, о том, что школа знает, что вы собрались уезжать. Стоит это удовольствие 1200 бат, и когда вы это все оформляете, вы можете съездить в вашу поездку, вернуться, и ваша студенческая виза будет дальше идти, как она и шла. Давайте обсудим некоторые нюансы, плюсы и минусы. Сейчас я вам рассказала стандартную схему. Что же, какие бывают моменты на самом деле. в реальности. В реальности следующее. Вот, потом, еще с 13-го по 18-й было тяжело, но темп все равно поддерживал, где-то 5-10, прям. А последние три, это просто смерть. Вообще, с 18-го по 21-й вообще очень тяжело, а последние 500 метров вообще готов был умереть. То есть там, кое-как, короче, набежал. Есть варианты, когда, соответственно, люди, которые работают, в Таиланде, допустим, нелегально, и, в общем, или какие-либо другие причины, почему они не имеют возможности посещать школу, они могут купить визу без обучения. То есть это просто сама услуга по покупке визы. Оформить студенческую визу с обучением в моей школе стоит 15 тысяч бат, без обучения 12 тысяч бат. При этом вам не нужно посещать саму школу. Что же касается продления в этом случае, то школа требует в данный момент времени, раньше этого не было, она требует 5 тысяч бат. Не 1900 бат, а 5 тысяч бат за продление. При этом эти 5 тысяч бат вы платите не в иммиграционном офисе, конечно же, а платите в самой школе, и школа уже устраивает вам этот вопрос с продлением. Раньше нам говорили следующее, если вы не хотите 5 тысяч бат платить, то вы должны вот как раз эти 2 недели, о которых я вам говорила, ходить упорно, и типа вам в это время вас будут проверять. Сейчас же говорят, что проверяют на протяжении всего года. И даже если вот эти 2 недели вы будете ходить, то это еще никак не гарантирует того, что у вас будет все в порядке, вашу визу не аннулируют. Честно, теоретически вашу визу могут аннулировать в том случае, если проверят то, что вы систематически не посещаете школу. Если честно, я таких случаев прямых не слышала, чтобы вот таким образом из-за этого аннулировали студенческую визу. Если вы слышали, если вы знаете о таких случаях, напишите, пожалуйста, в комментариях. Поэтому люди продолжают ходить вот эти 2 недели, платить за продление 1900 бат, при этом продление у них происходит, и говорят в школе, что вот на эти все намеки, что давайте, давайте платите 5000 бат, говорят, что, ну, как бы, когда нас заметят, да, и когда попросят заплатить 5000 бат, то мы заплатим. Но на самом деле практически все платят по 5000 бат. Следующий нюанс. Сейчас еще говорят, что, как я сказала, вот этот риэнтер за 1200 бат, сейчас обычно это берут люди, которые как раз живут в Таиланде и хотят поехать на лето в отпуск к родственникам в России. И обычно это у них задерживается, это мероприятие на месяц, может быть, даже на два. И когда они возвращаются, им сложно очень объяснить, что же они студенты, ну, мы же все студенты, делали в России так долго и при этом вернулись, да, в Таиланд. То есть им визу аннулируют по причине того, что считают, что она недействительная, то есть что студент не посещал занятия. Вот. И на Фейсбуке сейчас обсуждают, что практически в 90% случаев это происходит. Я не знаю, честно, как это с короткими поездками, буду узнавать этот вопрос, и как только все для меня прояснится, то я обязательно напишу об этом в своем Инстаграме. Заходите туда, там я пишу каждый день, в отличие от влогов, да, в отличие от Ютуба, потому что Ютуб, как вы понимаете, занимает намного больше времени на подготовку. А Инстаграм быстренько все написал, и вы уже знаете свеженькую полезную информацию о Таиланде. Так что жду вас в своем Инстаграме, буду рада вас тоже видеть там и читать ваши комментарии. Если вы учитесь на курсах английского языка в Паттайе, то вам необходимо посещать школу 4 раза в неделю, по 2 часа идет занятие. Это довольно много занимает времени, согласитесь. Раньше мы посещали школу по 2 часа, 2 раза в неделю. А сейчас говорят, что по новым правилам вы должны учиться 4 раза в неделю. И те, кто не хочет учиться 4 раза в неделю, но при этом купил студенческую визу с обучением, они тоже должны за продление платить 5 тысяч бар. Последний раз, когда мы продлевали визу, нас еще попросили принести счета за электричество, за воду и счета за оплату самой квартиры, нашему арендодателю. Многие шутят, что скоро попросят приносить воду из бассейна, пробы, чтобы продлить студенческую визу. Так что правила в Таиланде меняются. Будьте в курсе. Давайте же посчитаем, сколько же будет стоить нам год проживания в Таиланде по студенческой визе для одного взрослого человека. Я здесь прикинула. У нас есть, соответственно, два варианта. Когда вы учитесь и платите за обучение 15 тысяч бат, за то, чтобы выехать в Лаос и получить визу, студенческую вы заплатите 5500 тысяч бат, и 1900 бат вы продляетесь 3 раза за 1900 бат. Итого у нас получается, что стоимость проживания в Таиланде по студенческой визе 26200 бат в год. Если мы умножим это на 2, это примерно сейчас текущий курс баток рублю, то это получается, и разделим на 12, то есть сколько вам нужно потратить в месяц на то, чтобы жить в Таиланде по студенческой визе в рублях, это получается 4366 рублей в месяц. Если мы будем говорить о таких людях, которые покупают визу без обучения, она стоит 12 тысяч бат, не ходят учиться, соответственно, платят за продление 5000 бат, и также съездили в Лаос за 5500 тысяч бат, то получается, что такие люди за жизнь в Таиланде будут платить 5416 рублей в месяц. Еще есть один вариант использования студенческой визы, это когда студенческую визу получает ваш ребенок. Он также имеет право ее получить, учаясь в основном в интернациональной тайской школе. Допустим, учится мой ребенок, моя дочка Алиса, она учится в интернациональной школе, и мы ей можем оформить студенческую визу. На основании этой студенческой визы мы можем получить опекунскую визу. Один из нас, из родителей, может получить опекунскую визу. И тогда нам не нужно будет каждые 3 месяца платить по 1900 бат за продление, и ребенок при этом тоже не платит за продление 1900 бат. Поэтому этот вариант получается более экономный, по одной студенческой визе ребенок в любом случае у вас будет учиться в школе, может быть проживать 2 человека из семьи, но при этом, чтобы получить опекунскую визу, необходимо, чтобы на вашем счету лежало 500 тысяч бат в течение 3 месяцев делать. Также, конечно же, эту фишку с 500 тысяч батами на счету можно обойти. Это стоит удовольствие всего лишь 20 тысяч бат, вы заплатите специальным людям, которые положат вам эти деньги на счет в банке в тайском, вам дадут бумажку о том, что эти деньги там пролежали 3 месяца, конечно, они там не лежали, счет будет, конечно же, на ваше имя открыт, и они их быстренько забирают, у вас есть подтверждение, что эти деньги лишали на банковском счету 3 месяца, и с этим счетом вы можете уже делать опекунскую визу. Мы посчитали, что это получается невыгодно, если заплатить 20 тысяч бат за эту услугу, и вообще нам вот эта вот вся коррупционная сторона, ее поддержка не очень нравится, поэтому в следующем году мы планируем сами загнать эти деньги на тайский счет, и все-все-все вот это вот оформить, и попробовать получить на ребенка студенческую визу, а на меня или на мужа опекунство. Это был очередной ролик из серии «Гид по Паттайм». Если вам интересна, полезна подобная информация, то переходите по ссылке внизу под видео на другие ролики из этой серии, делитесь этой информацией с другими, ставьте лайк и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я вставлю небольшой спойлер о том, что вас еще ожидает на моем канале. У меня накопилось очень-очень много видео, и я его не успеваю обрабатывать, это видео с наших поездок, с путешествий. Я хочу их сейчас оформлять именно в таком стиле. Разговор, давать какую-то полезную информацию, а не просто с вами гулять по тем местам, где мы отдыхали, потому что, как показывает практика, такие видео не очень люди смотрят, потому что я знаю, вы хотите готовиться к своим путешествиям, а значит смотреть на YouTube полезные ролики. Это хорошая цена, конечно, 200 бат, но это не совсем те позиционы, которые мне нужны, поэтому я их буду делать и жду от вас вопросов, каких-то идей для моих следующих роликов, что вас интересует, что волнует. Всем пока, спасибо за просмотр, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok